МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале «Звязда» обзор самых ярких обсуждаемых событий минувших 7 дней. В студии с вами Глеб Прокофьев. Это новости недели. Здравствуйте. Помочь людям, которые оказались в беде. Президент Беларуси в минувшую пятницу лично побывал в лагере беженцев на белорусско-польской границе. Александр Лукашенко пообщался с представителями Красного Креста. Интересовался у ответственных о том, как все организовано в месте пребывания беженцев. Лично посетил транспортно-логистический центр. Параллельно глава государства общался с беженцами и интересовался их проблемами, в том числе и личного характера, пожеланиями по бытовым условиям. То есть дополнительно вы не просите места, чтобы разместиться? Висолазом и дизераком. Посмотрим сейчас. Вчера был рейс, люди уехали на родину. Еще там есть желающие уехать. Вот посмотрим 3-4 дня. Потом, если нужно будет добавить для размещения мест, мы добавим. С благодарностью за все. На встречу собрались сотни человек. Беженцы не переставали благодарить президента Беларуси за помощь. Созданы необходимые условия проживания, люди могут обогреться, нормально ночевать и питаться. Александр Лукашенко в ходе общения четко обозначил позицию белорусской стороны. Мы не будем играть и делать политику на судьбах беженцев. Цитата президента. Мы хорошо знаем и понимаем вас. Вы стремитесь попасть в Европу. Вас туда пригласили и вы хотите туда попасть. У некоторых из вас там часть вашей семьи, у кого-то жены, у кого-то мужья, у кого-то родители. Вы хотите воссоединить свои семьи. И таких людей немало. Кто-то из вас, поверив западной пропаганде, ищет там лучшей жизни. Ну, если уж искренне, то, наверное, там жизнь лучше, чем на той земле, откуда вы приехали. Но самое страшное, как я понимаю, я вижу здесь очень много детишек, наверное, порядка 300-400 детей, столько же женщин. Вы, взрослые люди, не видите перспективы для своих детей у себя на родине. Каждый из вас, имея детей, хотел бы, чтобы он получил достойное образование и достойную работу. Словом, здесь люди разные, но проблема у вас одна, большая, общая. Вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно. И вот здесь очень много представителей западного сообщества, журналистов. Пусть они знают, что мы, белорусы, и я в том числе, как президент Беларус, будем делать все так, как вы пожелаете. Даже если это будет плохо для поляков, латышей и еще кого-то. Мы будем делать так, как вы захотите. На данный момент из Беларуси уже эвакуировано на родину около тысячи мигрантов. И здесь позиция президента все та же. Минск не будет насильно возвращать людей домой, если они этого не хотят. Работа по подготовке изменений Конституции на финишной прямой. На минувшей неделе во Дворце независимости состоялось совместное заседание Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта главного закона страны. Уже сделано немало предложений авторитетных экспертов, профессионалов из различных сфер деятельности и многочисленные инициативы легли в основу проекта. В результате удалось выработать важнейшие конституционные нормы. Крепкая традиционная семья, здоровая нация, патриотизм, историческая справедливость. Эти постулаты отражены в проекте обновленной Конституции. В нем также перераспределены полномочия между органами государственной власти, гарантирована стабильность государственного аппарата и закреплен статус Всебелорусского народного собрания. Как я не раз говорил, ВНС – это наше вече. Считаю, что данный институт народовластия соответствует вековому национальному укладу жизни белорусов. Ну, наверное, последнее событие всех вас убедили, не только вас, но и белорусские народы, особо не верующих, что нам не следует бежать за принципами, нормами, укладом жизни там. Вы видели, что декларируется одно, пропихивается на нас другое, а делают они, ну, делают, как делают. Вы это видели. У нас не появилось Всебелорусское народное собрание. Оно появилось давно и сыграло свою великую роль. Особенно первое Всебелорусское народное собрание. Иногда кадры эти мелькают в нашем телевизоре. Тогда это вече спасло страну. Это я вам говорю, как президент, который инициировал это собрание. Мы провели шесть Всебелорусских народных сходов, собраний. Какой же это новый орган? И он просто просится в Конституцию. И здесь дело не в личностях. Особо подчеркиваю, никаких конкретных личностей в Конституции быть не должно. Никакой Конституции Лукашенко под себя не делает. Потому что, правильно, эксперты наши отмечают, что Лукашенко другая Конституция может быть и не надо. В ближайшее время подготовленный проект основного закона будет вынесен на всенародное обсуждение. И каждый беларусь сможет стать участником Конституционного процесса. Сейчас членам Конституционной комиссии и рабочей группы следует донести до населения значение предлагаемых государственных новаций. Об эффективности проводимой идеологической работы на минувшей неделе говорили в Новополоске. Участие в тематическом заседании городского исполнительного комитета приняла председатель Совета Республики Наталья Качанова. Тема актуальна. Работа с населением. Одно из главных направлений деятельности любого государственного органа, предприятия и организации. «Руководителю, общественным деятелям, идеологическим работникам необходимо знать проблемы каждого представителя коллектива», отметила спикер Верхней Палаты Парламента, добавив, что в основе государственной политики всегда был и остается человек. Такой же подход необходимо формировать в каждом трудовом коллективе. Речь также шла об эффективных формах работы с молодежью, о роли общественных формирований, которые сегодня должны активно взаимодействовать с людьми, заинтересовывать, привлекать свои ряды. Важный аспект в вопросе организации идеологической работы – информационная составляющая, а именно работа СМИ. Вы видите, как складывается сегодня международная ситуация, внешняя политика по отношению к нашей стране. И мы должны прекрасно понимать, что, конечно, для того, чтобы работать и жить нормально в этих непростых условиях, которые связаны с внешними факторами, о которых мы говорили уже не первый год, что очень много направлено сегодня негатива в адрес нашей страны, причем фейкового. Конечно, здесь очень важна роль средств массовой информации. И очень хорошо, что у вас эффективно работает телеканал, который сегодня своевременно, актуально и правдиво освещает вопросы жизнедеятельности города, региона, нашей страны. Важно, что появился новый канал «Звязда», который способствует патриотическому воспитанию нашей молодежи. Поэтому, конечно, эти формы и методы работы надо отрабатывать, быть более активными в социальных сетях. В Беларуси за последние годы выполнен огромный фронт работ по развитию дорожной сети, особенно магистральной. Сегодня темпы избавлять не собираются. В планах на эту пятилетку реконструкция более пяти сотен километров республиканских дорог до уровня первой категории и семи тысяч погонных метров мостовых сооружений. И работы на объектах уже в самом разгаре, так как конструкция моста через западную двину в Новополоцке активно продолжается. Уже демонтированы практически все пролеты. Эти работы ведутся постепенно. Первый этап в планах завершить в этом году, после чего строители перейдут на левый берег реки. В то же время ведутся работы по укреплению опор, которые не будут демонтировать. Их укрепляют снаружи, армируют и устраивают бетонную рубашку. В целом, перечень уже выполненных работ немалый. В следующем году начнут устанавливать новые металлические конструкции, из которых будет выполнено пролетное строение. Сейчас в настоящее время проходит тендер закупки металла, то есть определяется организация поставщик. Поэтому пока трудно сказать, кто выиграет, тот будет поставлять. И в том числе и по срокам будет известно немножко позже. Строителям поставлена задача завершить реконструкцию моста в конце 2022 года. Однако нормативный срок до 2023. Но тем не менее, сегодня запланированные графики подрядными организациями выполняются в установленный срок. В Беларуси на смену госпошлины пришел транспортный налог. И новое налоговое законодательство уже в действии. Особенность нынешнего года – уплата авансового платежа. Его уплатят те, кто не получил на 1 января 2021 года разрешение на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Сумма авансового платежа для владельцев автомобиля – 29 рублей. В отношении прицепа или мотоцикла – 20 рублей. Извещение на уплату авансового платежа уже вручены плательщикам в срок не позднее 15 декабря. А вот сам транспортный налог за 2021 год автовладельцы должны оплатить уже в следующем году. Доплату транспортного налога за 2021 год необходимо будет произвести не позднее 15 ноября 2022 года. Также на основании извещения налогового органа, которое будет вручено не позднее 1 сентября 2022 года. В случае неуплаты транспортного налога, в том числе авансового платежа в установленный срок, инспекция будет вынуждена принимать меры принудительного взыскания, а также применить административную ответственность. Более 5000 ребят этим летом были трудоустроены на Витебщине. Студенты работали в составе строительных, сельскохозяйственных, педагогических, сервисных и даже медицинских отрядов. И вот третий трудовой семестр позади. Самое время подвести итоги. Победителей студострадовского движения области на минувшей неделе назвали в Новополоске. В каждой номинации свои лидеры среди награжденных и новополочане. В номинацию лучший студенческий отряд, работавший на объекте строительства, которому присвоен статус Всебелорусской или областной молодежной стройки. Строительный отряд «Эврикан» имени Героя Советского Союза, Виктор Ивановича Георгиевна, штаб-навиателл-клинический отряд «Северсен» в Государственной университете. Отдельную благодарность и поощрение получили командиры и комиссары студотрядов, а также наниматели. Это с пару десятков человек. Все абсолютно заслужено. В нынешнем году студенты хорошо проявили себя не только в республиканских проектах. Ребята трудились на стройке в Кемерово, работали в лагере «Орленок», возводили магистрали М1 и М12. Сегодня, конечно, этот результат не был бы достигнут только благодаря работе областного комитета, областного штаба. Конечно же, хотелось сегодня поблагодарить и выразить слова признательности, благодарность руководству Витебского областного исполнительного комитета, конкретно губернатору Николаю Николаевичу Шерстневу. Мы благодарим главное управление и в целом руководство глав администрации районов, городов, которые системно поддерживают на всех этапах. И этот результат, конечно, результат совместной работы. С каждым годом количество студотрядовцев только растет. Ведь для ребят это отличная возможность подзаработать, найти новых друзей, а еще получить бесценный опыт, который обязательно пригодится им в жизни. Чуть больше двух недель остается до старта самой доброй республиканской акции «Наши дети». А еще самой щедрой и масштабной. Ведь в течение месяца благотворители не просто дарят подарки ребятам с инвалидностью, детям из многодетных, опекунских и приемных семей, но и устраивают для них настоящий праздник. Кроме того, оказывают помощь учреждениям образования и самим семьям в решении существующих проблем. К старту благотворительного марафона готовится во всех регионах страны, в том числе и в Новополоцке. Традиционно с 14 декабря по 14 января проходит акция «Республиканская «Наши дети». В рамках данной акции все, это в основном руководители госорганов, руководители учреждений, предприятий, организации нашего города, представители частного бизнеса, спортсмены, просто, скажу так, неравнодушные люди посещают учреждения образования. И не только, это приемные семьи, опекунские семьи, для того, чтобы подарить детям настоящий праздник, праздник Нового года. В рамках данной акции проходит эта городская елка, областная елка и республиканская елка. Это новогодние праздники, благотворительные праздники, куда приглашаются дети, как правило, с многодетных семей, с малообеспеченных семей, с приемных, опекунских семей. Это дети победителей республиканских олимпиад, это дети победителей конкурсов различных, которые участвуют в данном мероприятии. Ну что же, такова картина минувшей недели. Оперативная и актуальная информация о событиях страны и региона ежедневно в эфире телеканала «Звезда» в информационной программе «Новости». Но самые яркие моменты смотрите в традиционном обзоре в следующий понедельник. Всем хорошей недели, берегите себя и до встречи на телеканале «Звезда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова